Да. С миром. С миром. Вот я так поняла, наблюдаю, что вот у украинцев, сейчас вот с кем я общаюсь, у них нету вот покаяния. Вот с теми, с которыми общаюсь. Вот как возбудить? Нету покаяния. Они не понимают. Вот я высылала молитву покаяния, которая у нас на сайте стоит, украинского народа. Потом мне пишут, так ты вышли про русский народ. Я высылаю им и русского народа. Но все равно они думают, что русские виноваты, а украинцы нет. И вот нет никакого, нет покаяния. Как... Чем возбуждается это покаяние? Как это... Это надо, чтобы весь народ покаялся. А как это сделать? Вы замужем, нет? Да. Муж с вами все время доволен? Ну, понятно, что иногда замечание делает. Ну вот, как покаяние. Даже вот вы, уже зная, вышли за любимого жене селом, кто-то толкал замуж-то. И все равно вы огорчаете его. Огорчаете. А муж живет меньше на 13 лет почти. И женщины не ценят. Около 11 миллионов, миллионов в Российской Федерации женщины, которые никогда замуж не выйдут. И они с мужиками как обращаются? Сколько раньше времени уходит из этой жизни? Государство на их стороне. Она совсем не работает еще, ребенка ей оставляют. А он теперь только работает, платит и все. А она его поносит, почем следствует. У нас такие вот здесь даже есть. А это целая страна. Кто их там учил так, что крещение не надо делать? А только рукой мокрое задение и все. И сколько лет они отравляли Россию? Заходить надо с духовного. А чтобы понятно было, надо перевести на семью. Да разве мусульманки себя так ведут по отношению мужей? Вот она тут сама выступает, мусульманка. Он на работе был, неурядицы. Вы как, сестры дорогие, как мы их встречаем? Это она обращается к своим мусульманкам. А потом не знают, что... Вот мне тут одна пишут уже который год. Он муж в командировках. Приезжает. А я ничего не могу сделать с собой, я ревную. Он еще должен сидеть у тебя. Сзади тебя или где? Ты видела его с другим? Нет. Зачем ты уничтожаешь мужа? А вот такой он... Ну разойдись, если по-другому не можешь. А ну ты пилишь и пилишь его. Ты хорошая. А я узнал до конца, увижу, что она виновата. Развод это на 90% повине их. А это государство целое. Вот у нас... У многих жены оттуда, из Украины, у нас называют это хохлушки. Очень вредные. Прямо вредные. И вот все еще там берут такую должность. А у них у каждого такая. Оксана, Оксана. Ну, маленько это смотреть надо. А там эти, которые... А, так вот как у таких Оксан вызвать доказательства? Ну, вот теперь... Оксаны как раз такие, они не согласны. Ну, у вас тут фамилия Зис. Давайте, говорите, Зису. Правильно я произнес? Или Зису? Да. Да. Зис, это машина была, завод имени Сталина. И ты как машина наезжаешь на мужа. Ну, вот и все. А это страна. Какие там бандеры были. Вот говорят, у них был там этот... Как его звали-то там? Белый Сашка. Знаете? Он там гонял все это. Ну, слышала, да-да. А? Да-да, знаю. Но его же убили. Убили, убили. Но знаю меня, что я нахожу подход буквально к каждому типу людей. Примерно 24 типа разных людей. Я знаю, как с кем разговаривать. И вот меня спрашивают. А вот с Сашкой Белым-то вы бы нашли бы общий язык-то? Я говорю, даже искать не стал бы, потому что это моя биография. У него три дяди были взятые и невинно погибли в ГУЛАГе. Понятно? А я готовился с пяти лет, наверное, террористом быть. Отомстить коммунистам за поруганную землю. Но Господь меня остановил. Сказал не ты, а тебя будут гнать, как Савла. Савл-то преследовал церковь. И мне не надо искать общий язык, потому что это моя биография. И сегодня, вот сейчас, там, где в Азове-то они там раздавили, все, что было. А теперь их автобусами сюда везут, кто сдались добровольно. И теперь уже в интернете знают, что с ними надо работать. И работать может полную программу. Только указывает на меня. Больше никто. Почему? Во-первых, опыт. Во-вторых, я знаю, что такое Украина. В-третьих, знаю, что такое тюрьма. Что такое армия. В разных родах войск служил. И сейчас с правительством договариваются, чтобы меня туда отправили. Чтобы я среди них был и работал с ними. Чтобы они были другими. Я знаю, что им говорить и как. Чтобы каждый почувствовал свою вину. А что им делать? Ничего. Им не надо ничего делать. Меч Господень пришел, опусти руки. Что Бог сделает, то сделает. А Америка сейчас туда миллиарды гонит оружие и всего. И Америке главное, чтобы мы друг друга уничтожили. А они этого не понимают. Какой правитель-то? Ну, клоун. Он смешил людей, выступал. У него опыта никакого, нуль. И, однако, ему со всех сторон там и добровольцы. Тысячи отовсюду, другие страны присылают. Почему? Им нужно уничтожить Россию. Задача-то одна стоит. А они безбожники. Кто он правитель у них? Какой нации? Какая у него вера? Кто его в храме видел? Ну, до конца-то надо доразговаривать и посмотреть. Как к ним подойти? Сегодня никак. Только одно. Громко кричать. Опустите руки. Выбросьте оружие. Покоритесь. Президент Российской Федерации сказал. И они вступают в НАТО. Зачем Америке за тысячи километров плесьте сюда? Она везде нос свой сует. А эти, в НАТО, значит, теперь ракету устанавливают с границы прям вплотную к России. Говорит президент Путин. Нам некуда вступать дальше. Он на две недели опередил их. Они хотели все силы бросить отбить Крым. Крым. Как он сейчас точно уже доказывает, что Гитлер говорит, мне не было возможности не начинать войну. Коммунисты готовились напасть на него. Но опоздали на две недели. Это политика. А политика, как говорил Ульянов, это умение управлять государством. Это умение управлять одним регионом. Одним домом. Одной семьей. Самим собой. Вот что такое политика. И поэтому с ними надо работать по слову Божию. Я вчера дал согласие. Если меня туда отправят, ну, военные должны мной заняться. Где-то с военными питаться и дальше. Я не один. Мне нужен человек. Я уже избрал, кто со мной поедет. Но они молчат. В прошлый раз, который этот Схиугумин-то, уральский там был, Сергей Романов, Николай-то. Я просился. Не допустили? Я просился в ИГИЛ, когда воевали. Мне жалко их молодежь. Пришла благодарность от Министерства иностранных дел, что я по такой вроде патриоты. Я этих слов не знаю. Я знаю одно. Люди гибнут. И я хочу помочь им раскаяться, быть перед Богом. И тогда Бог берет правление сам в свои руки. И все будет не так, как сегодня думают. Я не просто слушаю, знаю, а конкретно участвую в этом. Вот какое дело. Никак. Никакого сопротивления. Откройте ворота, как говорил Еремий Бог. 48 глава, 10 стих. Проклят кто делал, а Господь делает небрежно. Небрежно и Украина никто не делал. Все ереси. Все оттуда ползет. Заразили всю Россию этой гадостью. А они там кто такие? Папежники. От папы-то там поднабрались и все. Нигде такого нету, чтобы люди, которые... Так, теперь что они? Униаты называются. Униаты. Объединения. Они вроде православные. А на самом деле-то все у них есть. И бритые такие едут оттуда священники. Униаты. То есть объединились с католицизмом. И все это тянут сюда. Это не просто так. Это меч Господень. И перед ним нужно только склонить голову и не молиться ни о чем, кроме как, да будет воля Твоя, Христе Божий наш. Все. Да будет воля Твоя, а не так, дай победу или еще что-то. Виноваты все. Но виноват более тот, кто подал соблазны. Лучше бы не родиться или мерзнейший жернов повесили. А это все идет через Украину. Все ереси, какие у нас есть здесь, все оттуда пришли. Их в одной Америке только 21 тысяча названий. Спроси, сколько их там было. И сегодня к ним подходить нужно только со Святой Библией в руках. Принести покаяние. Самая большая ошибка в них будет, что они начали сопротивляться. А это так прошли бы, военные объекты уничтожили и все. Они сейчас прячут их там где-то в домах, говорит, к людям. Живой возникли бастион. Люди. Это же не война еще идет. А только так, эпизодом. Как говорят, они военная операция. А война будет там смотреть, не будут. Начнут все с землей сравнивать. У нее ни оружия, ничего такого нет. Тут так понятно, что она... И все страны туда лезут. Норвегия. Где она дальше? Польша. Зачем лезут? А раз они там, уже НАТО взяли. У них атомные стоят ракеты, бомбы на Россию. Россия в первую очередь долбанет их как следует. Да, мы погибнем, говорил Путин. Но и они все передохнут. В этой радиоактивной заразе жить не придется никому. Главное, что откройте ворота. Еремея говорил, откройте. Нет. Нам Египет поможет. Америка поможет. Не поможет. И все-таки, он говорил, идите в плен. Храм будет целый. Город разрушать не будут. В плену будете жить. Сыновей женить. Дочерей выдавать замуж. Виноград сажать. А нет. Мы будем с Египтом. Египт это разбили на голову. И Иерусалим погиб. Это все история повторяется. Первое Коринфянам. Десятая глава. Шестой одиннадцатой стихи. Они об этом говорят. Это были образы для нас. Достигших последних веков. Образы для нас. Чтобы мы не были походливы на злое. Да, война это беда. Это страшная беда. Но в данной обстановке конкретно о чем говорите. Они не будут слушать. Им мозги протравили. Вообще слушать нечего. И учебники старые изъяли. Сейчас новые пишут. История Украины. Первые, которые известны украинцы. 120 тысяч лет. В книгах у них пишут. 120 тысяч лет назад. А от Адама до наших дней. 7 тысяч. 530 год идет. А у него 1200. 12. 120 тысяч там. Ну то есть брехня собачья. И люди развесили уши. Москаляку на геляку. Ну вот теперь и пошла на геляку. Скакали школьники. Радовались. Сжигали плаги Российской Федерации. Все теперь приспело расчет давать. Так вы за это. Я против всего этого. Я зову только к покаянию. Вот я отвечаю вам на ваш вопрос. На меня только это, Елена. Как ЗИС, не наезжай. Нет, нет. Я не наезжаю. ЗИС. Это была грузовая машина. Завод имени Сталина. Да. Нет, я не наезжаю. Ну потому что я с Украины. Поэтому. Ну вот я вам говорю. Мы никогда не считали Украину другим государством. Другим народом. Это один народ, одно государство. Зачем они слушают тех, которые там с запада идут? Кто Богдан Хмельницкий? Хмельницкий. Зачем просился под крыло российского императора? Она никогда не была. Украина-то самостоятельная. Украина-то на окраине живет. Они то их Польша завоюют, то литовцы. Язык-то русский. Они его каким сделали? Никакого украинского языка не было 500 лет назад. Его не было. Это один народ. Вот они говорят, как будто нарушиваю, выкабениваются. Если все, то все. Ну вот ребятишки маленькие, косноязычные говорят. А вот украинский язык, начиная, вот стали сейчас все резко говорить на украинском. Это, ну как бы, все, и мне тоже говорят. Мы были раньше, мы, я родом вообще из, ну, из Киева выросла. Там в Киеве у нас по-русски в основном говорят. Ну там, и мы всю жизнь говорили по-русски. А теперь вот как вот началось вот это вот все. Называли Украину как? Малая Россия. Стали резко говорить на украинском. Все. Украина, Малая Россия называлась. Белоруссия, Белая Русь. Почему там Лукашенко и все говорят на русском языке? Ну, что этот Зеленский не знает русского языка? И что они этой, Луганскую, Донецкую, чтобы у них-то было так только по-украински? Как вот у нас в Российской Федерации, если калмыки, они на своем, татары на своем языке говорят. А эти даже беженцы в Швейцарию пришли, с нами разговаривали только по-украински. Они с ума посходили. Языка нет такого. Только сегодня они сделают. Ну, может, ребенок лопочет и язык. И они не любят, когда им это говоришь. Об этом подробно выступал Жириновский, говорил. Откуда там все взяли слова польские, литовские? Ну, да. Но дело в том, что украинский язык, ну, он как бы есть. Ну, как бы его же... Ну, есть, есть, есть. Как официально. Я говорю, 500 назад лет, не было никакого языка такого. Даже никто. Ну, Григорий Сковорода на каком языке писал? На украинский мове он писал. Ну, вот, вы смотрите, мове. Ну, вот умывайтесь теперь слезами. Ну, многие... Нет, просто дело в том, что были вот... Есть же такие писатели там... Смотрите, я скажу. Которые там из глубинки украинской. Елена. Они действительно писали вот на украинской. Рассказывают в виде рассказа. Какой-то там узбек женился на украинке. Они девушки хорошие, красивые. Ну, и вот он приходит на работе неприятно. Он говорит, Оксана, я вот прихожу, когда... Если она у меня... Тюбетейка на бок стоит, налево, это значит, у меня неприятности какие-то. Она говорит, хорошо, Ахмат, я поняла. Но если у меня платок съехал сзади, то плевать мне твои тюбетейки-то. Все полетит книзу. Вот и все. Так, еще вопросы? Да. Довольны? Спасибо, Господи. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Ну, маленько юморно. Так, надо... Беда та, что взялись за них за оружие. Вот что. Вот самая большая беда их. А так бы ни один даже и не погиб из них. Взорвали эти склады, и все кончилось. Отошел. Отошел.